Добрый день! У нас сегодня с вами тема очень интересная. Тема одна из таких новых. Представление о функциональной грамотности в поле дошкольной педагогики появилось не очень давно. Но, тем не менее, это представление должно быть, потому что и в ГосДО, и вся наша жизнь реальная нас ведут к тому, чтобы мы представляли, что это такое функциональная грамотность и работали в этом поле с нашими детками. Сегодняшний вебинар будет интересен и педагогам дошкольного образования, и школьного, потому что есть задания, примеры заданий, примеры игр, книг и так далее, и для той, и для другой категории. И я буду всё время заострять ваше внимание, проговаривая, что это для дошкольников, и это для школьников. Ну что же, раз у нас тема новая, давайте мы сначала посмотрим с некой такой высоты на эту тему, посмотрим, что же такое за идея, вообще функциональная грамотность, откуда она появилась. Что это такое? Функциональная грамотность понимается как способность человека использовать, приобретённые знания для решения разных жизненных задач в разных сферах. И откуда вообще пошёл этот интерес к функциональной грамотности? Ещё в начале XX века функциональная грамотность появилась в поле зрения ЮНЕСКО, и тогда она понималась как совокупность умений читать и писать для того, чтобы пользоваться этими умениями в своей повседневной жизни. Как вы знаете, XX век был веком борьбы со всеобщей неграмотностью, и теперь у нас по сравнению, допустим, даже с началом века, гораздо больший доступ к знаниям, которые накопило человечество, есть. Но тем не менее, как-то получается так, что наши детки, но не только детки, но и подростки, и взрослые люди, они, обладая огромным запасом теоретических знаний, всё-таки в жизни каким-то образом не могут эти знания применять. Но иногда даже, допустим, работая с людьми по разным вопросам, возникают удивления и некоторые досады, потому что если где-то что-то написано буквами, то человек может это прочитать. И если вся проблема в том, чтобы это прочитать и потом выполнить по образцу, а он не может это сделать, а у человека высшее образование, тогда встаёт вопрос, а чему его вообще учили? Ну, это так, я немножечко ворчу. Но, тем не менее, начало истории было положено в 1957 году. В 1983-м решили ввести некие стандарты функциональной грамотности, то есть что человек должен знать для того, чтобы принимать участие в жизни своего общества, которое вокруг него, его страны и мира в целом. И выделили определённые области функциональной грамотности. И примерно в то же время была разработана международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. И теперь у нас подростки в возрасте 15 лет участвуют в исследованиях, которые называются EPICA, наравне с подростками из других стран. И у нас есть некая статистика. Прошу прощения, оговорилась. В 1997 году был разработан и в 2000 году впервые был проведён. Что такое функциональная грамотность и какие задачи предлагали подросткам, которые проходили вот это вот тестирование? Это задачи, поставленные вне предметной области и решаемые с помощью предметных знаний. То есть задание было описано не как пример, например, в математике, да, там 2 плюс 3 умноженное на 6 равно чему-то, равно x, а было описано как определённая жизненная ситуация. Ну, например, к тебе в гости пришли 9 ребят, а у тебя 21 конфета. Сколько конфет ты можешь раздать детям, чтобы никого не обидеть? Вот обычная жизненная ситуация из жизни ребёнка. Ну, или жизненные ситуации из каких-то проблем бытовых, ну, взрослых людей. Например, сколько нужно взять рулончиков обоев, чтобы оклеить комнату с определённой площадью стен. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Ну, и честно говоря, много раз я наблюдала, как люди возвращаются за рулончиком обоев в магазин и понимая, что не у всех функциональная грамотность развивается. Хорошо. Дальше. Ситуации с функциональной грамотностью – это те, которые требуют осознанного выбора модели поведения. То есть это не просто прибежал, схватил и убежал, а сначала пришёл, посмотрел, воспользовался известной информацией и после этого принял осознанное решение. Если перевести на жизненный язык, я могу, например, поговорить о кредитах. Да, когда человеку нужен кредит, вот нужен, 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 и он прибегает, хватает первое, что попадается, что легко взять – это кредитная карта, либо микрокредит, и потом убегает, тратит деньги, и потом начинаются у него проблемы. Тоже очень известные жизненные ситуации. Да, ведь кто наблюдал такие ситуации, ставьте мне огонёчек, пожалуйста. Дальше. Задачи, которые дают в этом исследовании, они изложены обыденным языком. То есть это не предметный язык, это самый обычный бытовой язык. Ну, вот такой, сколько рулонов нужно взять, чтобы оклеить стены, комнаты, но с определёнными параметрами. Всё. Ну, и в этих заданиях используются разные форматы представления информации, то есть информация может быть представлена как в текстовом виде, так и в виде картинок, фильмов, ценников, диаграмм и прочее, прочее, прочее. Очень актуальная тема, потому что пропасть между знаниями и умениями огромная. Ну, вот пример заданий разности. Типовое задание. Найти число, которое во столько же раз меньше, чем 150, поскольку число 24 меньше, чем 90. Это типовое задание. Ну, и, например, типовое задание такое. 5 килограмм товара стоит 325 рублей. Сколько будет стоить 11 килограмм такого товара? Это тоже типовое задание, и это не функциональная грамотность. Ну, а функциональная грамотность, как я уже сказала, ну, вот, то есть задание, в котором есть не просто товары, например, обои или морковка, или что-то ещё, ну, и нужно не просто 11 килограмм, например, для какой-то цели определенной этот товар купить. Скажите, пожалуйста, сильно ли мешают посторонние звуки, которые у меня здесь присутствуют? Я очень за вас волнуюсь, что вам плохо слышно. Терпимо, да? Если будет нетерпимо, я просто сделаю паузу и перебегу в другое помещение. Итак, вот, смотрите, какие области функциональной грамотности у нас выделяют вот это вот международное исследование, PICA. Во-первых, это читательская грамотность, и это далеко не техника чтения. Это способность человека понимать и использовать письменные тексты. И письменные тексты — это не только книги и учебники, но ещё и справочники, словари, ценники, рекламные проспекты, что-то ещё. То есть абсолютно разные тексты. И читательская грамотность предполагает, что человек может такую информацию находить в разных источниках, интерпретировать, выбирать ту, которая ему нужна, оценивать содержание и форму текста и использовать вот эту информацию из текста для своих целей. Математическая грамотность — это умение человека формулировать ситуацию математически, то есть у него есть какая-то бытовая ситуация, и он может перевести её на язык цифр. Ну и использовать математические результаты для каких-то бытовых действий. Ещё и порассуждать над результатом. Естественно, научная грамотность, то есть умение научно объяснять явления, понимать какие-то особенности естественно-научного исследования. Следующее — это креативность, способность создавать новое, и это тоже оценивается у подростков. Ну и финансовая грамотность. Финансовая грамотность предполагает, что подросток может не просто распоряжаться карманными деньгами, но ещё и понимает финансовое понятие и может принимать решения для улучшения своего благосостояния. Ну, как пример, если есть карманные деньги примерно 3 тысячи на месяц, у старшего подростка на что он может потратить эти деньги, стоит ли часть положить на счёт, или всё можно проесть на каких-нибудь вкусностях. Это тоже финансовое решение. Вот, и они тоже ребятами принимаются. Ну и глобальные компетенции — это умение работать в группе либо в одиночку для решения глобальной проблемы. И вот эта компетенция, она очень ценная, потому что она детям даёт представление, что они не одни в мире, а для подростков это важно знать, а то, что они связаны некими нитями, темами и действиями с другими людьми, и ребята обучаются сотрудничать. Разработаны были уровни. Пятый и шестой — это высокие уровни, то есть это человек, который очень хорошо ориентируется в этом мире, а значит, может в этом мире создавать себе благосостояние. Ну и первый, второй уровень — это низкая функциональная грамотность, причём второй уровень пороговый, то есть то, что ниже второго уровня, это полная дезориентация, даже при том, что ребёнок какими-то знаниями обладает, то он их применить не может. Ну и посмотрите теперь, какие у нас результаты. Это именно результаты российских участников, ну и здесь чем темнее квадратик, тем выше уровень. Ну это для того, чтобы вы понимали, насколько глубока наша проблема в образовании. То есть по математической грамотности шестой уровень — 2%, пятый уровень — 7%, и 5,14% — это детки, которые не могут свои знания применить для своей повседневной жизни. Естественно, научная грамотность. 18% детей не могут разобраться в этих проблемах. 16% детей, подростков, ну понятно, что и взрослых людей, смотрят в книгу, увидят там некую фигуру загадочную. Финансовая грамотность — 11,23%. Обратите внимание, что это 34% от наших молодых граждан, и это люди, которые не разбираются в кредитах, в займах, в вкладах, инвестировании, семейном бюджете. Ну и понимать, что это очень печально. И умение сотрудничать, низкий уровень такой вот пороговый, показали, 29,7% — это 36%, больше третий. Вот такие вот не очень печальные, вернее, печальные данные, которые хотелось бы улучшить. Ну и, собственно говоря, сейчас все уровни нашего образования, дошкольные, младшая, школа средняя и старшая, начинают работать на то, чтобы уровень функциональной грамотности был выше. И это требует, прежде всего, изменения в методологии обучения. Про методы интересные мы с вами тоже сегодня поговорим. То есть роль педагога — не передача информации, то есть педагог не тот человек, который просто передает информацию, а человек, который обучает самостоятельной познавательной деятельности, то есть умение информации добывать. И это, наверное, справедливо, потому что, в принципе, добыть информацию ребенок сейчас может, если честно, без педагога. А вот обработать ее еще и с учетом каких-то этических принципов, принципов полезности для себя и других, это уже наша роль, да, научить, как это можно делать. Педагог не учит, то есть не дает точные знания, а стимулирует стремление учеников к саморазвитию. Поэтому все меньше готовых решений предлагается, а педагог сопровождает и поощряет детей к тому, чтобы находить самостоятельные решения. Ну и оценивается не количество знаний, да, а способность самостоятельно решить проблему, опираясь на свои знания. Ну и здесь, конечно, уже субъект-субъектные отношения, то, о чем мы много-много уже и долго говорим, то есть ребенок как участник педагогического процесса, который тоже имеет свою волю, свои интересы и работа в сотрудничестве. Ну и мы начнем сейчас с дошкольников. Что такое функциональная грамотность дошкольников? То есть понятно, что результаты оцениваются у 15-летних деток, но педагоги дошкольного образования начинают этот процесс. Что значит функциональная грамотность дошкольников? Это формирование финансовой и математической грамотности, это формирование речевой активности дошкольников, формирование естественно-научных представлений и экологической грамотности, и формирование социально-коммуникативной грамотности на уровне дошкольного образования. Мы сегодня с вами поговорим про три области из четырех, потому что про коммуникативную грамотность и про коммуникативный интеллект я уже вебинар читала на этой площадке, он есть в записи, его просто можно взять и посмотреть. Ну а по остальным трем направлениям мы с вами сегодня подробненько поговорим. Ну и еще немножко про методы формирования функциональной грамотности. Понятно, что если у нас сплошь и рядом урочная система, всегда урочная система, то функциональную грамотность людей сформировать будет очень сложно. Урочная система это как раз система передачи готовых знаний, ну больше подходит. Поэтому групповые формы работы, игровые формы работы, творческие задания, тесты, практическая работа, на которой детям нужно собрать информацию вначале, а потом ее обработать, различные ролевые деловые игры и исследовательская деятельность. Обо всем понемножку поговорим. Начнем с финансовой и математической грамотности. По модели математической грамотности человек, ну маленький человек, ребенок, для того, чтобы его математическая грамотность и знания стали функциональными, должен сделать несколько шагов. Первое. В реальном мире появляется какая-то проблема, которую ребенок должен решить. Ну проблема, конечно, на детском уровне. На тех же конфетках, яблочках, пицце, например, да, если у нас пицца 8 кусочков, то как ее разделить на четверых? Каким образом можно? Ну и после этого задача переходит в мир математических символов и действий, и проблема превращается в математическое выражение. На разных уровнях. Здесь количество, если это у нас арифметика, если это алгебра, то это изменение зависимости пространства и формы, если это геометрия, и неопределенности данные, если мы уже переходим к этому разделу математики. Получены какие-то математические результаты, их нужно интерпретировать и после этого принять определенное решение. То есть, например, на примере той же самой пиццы. У нас 8 кусочков, 4 человека будут кушать эту пиццу. Ну и, например, если ребенок владеет делением, тогда мы берем и используем деление, да, 8 разделить на 4. Если ребенок не владеет делением, то мы начинаем делить поровну по кусочку и приходим к такому же результату. Вот математический результат, 2 кусочка. Интерпретируем и ребенок принимает решение. Так, сейчас нужно 4 тарелочки, по 2 кусочка на каждой тарелочке у нас оказывается. Вот примерно такой путь. Контексты заданий, в которых даются задачи функциональной математической грамотности, они такие. Это личная жизнь, образование, профессиональная деятельность, общественная жизнь и научная деятельность. Но мы в дошкольном образовании будем брать все-таки первый контекст, это личная жизнь, да, пока не уходим на уровень каких-то научных проблем. Но и математическая функциональная грамотности представляем, как умение решать жизненные задачи, готовность применять математику в разных ситуациях, определять и оценивать роль математики и высказывать суждения, которые основаны на математических действиях. По каким этапам мы проводим наших детей? В дошкольном образовании закладывается основа функциональной грамотности. И вот здесь, что очень важно сделать для того, чтобы цифры стали человеку служить, а не остались просто цифрами на бумаге. Самое первое – это приобретение сенсорного опыта. Это то, с чего начинается математическая грамотность. И это крайне важно. Важно, чтобы ребенок познакомился с различными геометрическими фигурами, с разными фактурами, текстурами, чтобы он понял на примерах из реальной жизни, что такое длина, ширина, глубина и так далее. Вес, может быть, другие параметры. Потому что, если сенсорного опыта не будет, то ребенку трудно будет проложить дорожки между миром математики и бытовым миром. Следующее – это освоение системы знаков. Когда ребенок осваивает цифры, буквы, знаки действий. Дальше – это формирование умения логически мыслить. Это начинается в дошкольном возрасте. Ну и здесь же попутно развитие речи как способа объяснить свои действия, объяснить и прокомментировать. Ну и развитие речи – здесь такой двоякий процесс. То есть мы развиваем речь ребенка, и ему становится легче и удобнее действовать в математическом поле. Действия в математическом поле и необходимость объяснить, они помогают еще и еще развивать речь ребенка. Контекст заданий, как я уже сказала, это личная жизнь. Задачи про человека, его семью, про сверстников. Ну и чего мы здесь можем коснуться с дошкольниками и с младшими школьниками, кстати, тоже. Это покупки и расчет стоимости покупки. Это приготовление еды и какие-то рецептуры. Это спорт, достижения. Это личный транспорт, путешествия, расстояние, расписание, а тут же и время, раз расписание, распорядок дня и личные финансы, пока еще не очень маленькие, не очень большие, но все равно личные. И вот вам примеры заданий, которые можно использовать для дошкольников в разных темах. Ну, например, тема «Счет в пределах 10», когда мы учим ребят считать. Ну и функциональное задание будет, например, разложить каждому ребенку по 5 карандашей, по 3 баночки, 2 кисточки. Ну и очень важно, чтобы это задание было, ну, как бы общественно значимым. То есть мы не просто там счет и материал перекладываем, а мы делаем вот эту вот математическую работу, чтобы потом ребятам было удобнее заниматься. Следующее «Порядковый счет». Здесь тоже очень много заданий можно придумать, причем не обязательно это могут быть задания на занятиях математики, ведь математика у нас, особенно в дошкольном тексте, она, ну, как бы внутри самой жизни тоже функционирует. Ну, например, назвать по порядку тех, кто первым убрал игрушки. Кто у нас первый? Витя. Второй? Ваня. Третий? Даша. И так далее. Тех, кто вымыл руки, закончил задание, например. Или кто первым идет, кто вторым, кто третьим на какое-нибудь задание. Оценивание и сравнивание. Сравнить группы предметов. Тут все понятно. Числа вокруг нас. Числа. И здесь вот тоже очень интересная работа. Например, где в нашей комнате прячется число 4? Ага, вот 4 ножки у стола, вот у нас 4 ножки у табуретки или стула, а где еще? А вот 4 полочки и побежали считать. Ребята очень задания такие любят. Где, например, число 6? Ага, посчитали столы, вот у нас число 6 спряталось, у нас 6 столов. Следующие цифры вокруг нас. И здесь мы уже смотрим на знаковую систему. И просим ребят рассказать, а где они видели еще цифры. Чтобы цифры были не только на бумаге и на магнитной доске. Ну, например, цифры, циферблата на часах, номер автобуса, номер кабинета в больнице, номера домов, ценники и много-много еще вещей, где у нас есть цифры. Признаки предметов. Это сравнение по длине, ширине, весу с другим параметром, особенно если оно вписано в реальную жизнь. Какой мяч тяжелее? Возьми мяч, который легче. Или мяч, который больше. И временные отношения. Тоже, например, умение назвать, что было вчера, что было сегодня, что планируется сделать завтра. А также знакомство с часами и календарем. И дальше, пространственные отношения. Например, встать рядом с кем-то, встать сбоку от стола и так далее. Схемы движения. Составлять простые схемы движения в группе, на участке и в городе. Ну, например, как дойти до магазина. На участке это просто легко сделать очень. Как дойти до качели, какая схема движения. Как пройти от качели к веранде. И можно даже план участка нарисовать. И группировка и сортировка предметов по определенным признакам. Ну, например, играли-играли конструкторами. И вот она, одна огромная куча деталей. И здесь уже не воспитатели разбирают эту кучу, а просят ребят. Ребят, давайте, кто больше деталек насобирает, разложите их, пожалуйста, по коробочкам. Ну, и это тоже у нас математическая функциональная грамотность. Что еще вам поможет? То есть, несмотря на то, что функциональная грамотность с середины 20 века появляется как понятие, ну, есть педагоги, которые занимались этим еще на рубеже веков 19 и 20. И Золтан Диенеш, венгерский математик, который сделал, на мой взгляд, уникальное пособие, которое называется блоки Диенеша. Вот так оно выглядит. И вы точно его используете. И понятно, что здесь можно сделать огромное количество заданий, именно функциональных. С этим пособием можно детям показывать, допустим, и массивы чисел, и алгоритмы. И есть очень много тетрадочек с заданиями к этим пособиям, поэтому можно посмотреть и сделать. Ну, и тоже я говорила про формирование сенсорной грамотности, сенсорных ощущений. Специально разработанные игры и пособия в антесоре, они как раз направлены на то, чтобы деткам помочь в этом процессе. Здесь вся сенсорика вот в этом наборе есть. Поэтому, если младшая группа у вас, то обратите внимание. Функциональная грамотность младшего школьника. Здесь уже детки, конечно же, постарше. И первое, что мы говорим, это понимание необходимости знаний для учебы и повседневной жизни. Умение применять математику в каких-то повседневных делах. Ну, умение, например, рассчитывать стоимость товаров, если покупаются несколько единиц товаров. Массу, количество необходимого материала, ну, много чего еще. Способность различать разные математические объекты и между ними устанавливать отношения. И совокупность умений. Ведь не только знаний, но еще и математические умения есть. Это умение действует по инструкции алгоритму. Потом, когда подросшие мальчики будут собирать мебель, а подросшие девочки делают тортики со сложными рецептами, то, а может быть и наоборот, в жизни бывает всякое, и мальчики делают тортики, и девочки с удовольствием собирают мебель. Но у них уже будет представление о том, как действовать по алгоритму. Значит, в мебели не будет оставшихся лишних деталей, а тортик будет с хорошим вкусом. Дальше. Это умение измерять все, что находится вокруг нас. Это и температура воздуха и воды. Иногда это тоже очень важно. Это и площадь, расстояние и много-много всего еще. Ну и упорядочивать жизнь уже по законам математики. Запись будет. Про сертификат вы узнаете в конце вебинара, а запись точно будет. И презентацию уже можно скачать из раздела, который называется «Файлы». Вверху, справа, в вебинарной комнате. Инструменты формирования функциональной грамотности. То есть, если у нас в дошкольном детстве это некая практическая деятельность больше, то здесь уже это проектная деятельность. Ну, вот примеры информационных проектов, которые вы можете взять и сделать, они достаточно легкие и интересные. Например, математика на кухне, как создать часы, метеостанции, метеостанции в детских садах сейчас создают, 38 попугаев или как измерить свой рост. Вот примеры проектов для младших школьников. И еще это умение пользоваться математической информацией в разном виде. Это умение читать диаграммы, таблицы. Таблицы у нас в школьной математике есть, и с таблицами работают, с диаграммами чуть меньше, ну вот по моим наблюдениям. Ну и не только вот такие вот учебные задачи, но можно уже детям, конечно, под контролем взрослых поручать и вполне себе реальные задачи. Ну, например, рассчитать стоимость экскурсионной поездки на целый класс. Пусть один билет 1200, а нам нужно рассчитать, сколько за целый класс нужно отдать. Ну, или, например, тоже слободневно, а сколько стоит разговор 15-минутный по сотовому телефону в соответствии с тарифом. Тоже очень интересное задание, полезное. Или обучение на проблемных ситуациях. Ну, вот, например, то, что синим шрифтом показано, это у нас не функциональная грамотность, а то, что красным, это как раз задание по функциональной грамотности. Вы видите разницу. У меня завтра день рождения будет 15 человек. Хватит ли одной коробки конфет, если в ней 5 рядов, по 4 конфеты в каждом? То есть здесь нужно не просто посчитать и найти результаты еще его, и оценить каким-то образом, чтобы это было полезно. Как это сделать в школе? Методы формирования. Я, как уже говорила, в дошкольном детстве проще. В школе мы можем вот что делать. Например, интегрировать функциональную грамотность в уроки математики. Допустим, первый класс, когда детки знакомятся с числами и с цифрами, можно добавить это знакомство еще и монетками. То есть монетки-то стоят 1, 5, 10 рублей, показать и научить детей считать и расплачиваться с помощью монеток, допустим, в пределах 20 рублей. Во втором классе мы уже вводим функции, такие как мера стоимости, деньги как средства платежа. Мы говорим о монетах и банкнотах в пределах 100 рублей, например, а в третьем классе уже ознакомимся с большими денежными знаками, а в четвертом мы уже говорим про миллионы. Ну и мы уже с вами плавненько от математики перешли к развитию финансовой грамотности, благо, что это для школьников и младших школьников примерно где-то рядом, про одно и то же. Но финансовая грамотность, она немножко шире, чем просто умение считать деньги, поэтому финансовая грамотность дополняется, обучение финансовой грамотности дополняется еще и разными другими проектами. Здесь могут быть и беседы, проекты, викторины, конкурсы и детско-родительские занятия. Также много интересной литературы есть для детей. О, мы с монетами знакомимся уже в подготовительной группе, детям очень нравится. Хочу еще вам, наверное, напомнить, потому что думаю, что вы все знаете про эту книгу. Пес по имени Мани – это книга для детей, которые в увлекательной форме рассказываются секреты управления деньгами. И это не только про посчитать, это еще и про грамотно распорядиться, найти источники дохода и еще и грамотно расходовать, и сберегать, и делать накопления. И все это в такой вот форме разговоров с необычной собачкой. Кроме того, финансовую грамотность очень хорошо детям преподавать через игры. Благо, что этих игр сейчас достаточно много. Есть настольные игры, которые прямо заточены на то, чтобы деткам помогать. Про монополию «Денежный поток» вы все знаете. Есть еще замечательная игра, которая нравится вообще всем, без исключения детям. Это «Мачикора». В переводе на русский это игра, значит, что-то типа «Строем город». И в этой игре она достаточно быстрая такая, то есть тур можно сыграть где-то за полчаса, сорок минут, и детки не устанут. Там есть деньги, и там есть возможность выбора, на что эти деньги потратить. Ну, например, купить пшеничное поле и заниматься выпечкой хлеба, или, например, купить себе лес и заниматься производством мебели. Или, может быть, копить побольше, потом купить что-то большое, или тратить на разные мелочи, тоже очень полезные. И каждый ребенок в этих играх простраивает свою стратегию. Еще я хочу поделиться деловыми играми по финансовой грамотности. Они, конечно, написаны для средней школы, но, как ни странно, я пробовала проводить на младших школьниках, это второй, третий, четвертый класс, и у нас получилось очень хорошо. Единственное, что мы немножечко детям помогали в расчетах. Обратите внимание, есть такая некоммерческая организация, которая называется образовательные проекты ПАК. И там есть много игр по финансовой грамотности. Не смотрите на классы, их можно давать деткам помладше. Ну, например, вернуть тотемы в погоне из картикура. Вот эти игры точно можно давать. Ну, и, в принципе, если вы имеете дело со старшими классами, то как раз эти игры все у вас подойдут. Смотрите, в Мочикора у нас играют дошкольники 5-6 лет. Она чем хороша, там есть уровни. Там есть базовый уровень, где достаточно считать до 6. И он простой, и игра проходит быстро. И еще есть два уровня усложнения. То есть, в принципе, вы покупаете одну коробочку, и она хорошо служит деткам 5-6 лет, деткам 10 лет. Ну, а с усложнением это, если честно, для хорошей, дружной, взрослой компании, которая может в Мочикора с усложненным уровнем играть просто часами. То есть игры вот эти, они универсальны. Ну, и когда вы приходите за играми в магазин, обратите внимание, там возраст всегда на коробочке указан. Вот. По деловым играм, как я уже сказала, вернуть тотемы погоня, они подходят для 3-4 класса, если вы будете ребятам немножечко помогать. Сейчас покажу, как эти игры устроены. И это будет, наверное, интересно, как это устроено с точки зрения того, что мы же все люди творческие, и, возможно, вы свои собственные игры тоже создаете. Например, деловая игра вернуть тотем. играет несколько команд школьников или несколько человек школьников. И суть в том, что у каждого школьника есть племя, которое он представляет, и нужно вернуть свой собственный тотем. Для того, чтобы вернуть тотем, нужно поменяться с другими группами или с другими школьниками своими сокровищами. У кого-то мех, у кого-то лекарства, у кого что. И вот они увлеченно меняются. Вот такое вот игровое поле есть напечатанное. По ссылочке можно пройти и все это посмотреть. Ну и потом, когда они уже устают меняться или когда они приходят к результату, мы задаем вопрос, а как можно было проще поменяться? И здесь же можно посмотреть, например, материалы по истории денег. Они очень хорошо после этой игры ложатся, ну, что называется, на душу. Ссылочки действующие, то есть это фильмы и мультфильмы по истории денег, которые можно показать уже даже маленьким детям. Особенно «Галилео». Галилео, вот этот фильм, он просто классный. И подготовишки тоже посмотрят с любовью этот фильм. Следующий раздел – это, естественно, научно-экологическая функциональная грамотность. То есть, если мы берем деток дошкольного и младшего школьного возраста, то это умение понимать, а что происходит в мире вокруг меня. И опять-таки задачи функциональные – это, например, такие. «Ребенок видит термометр, на котором минус 20, ребенок видит вид за окном. Вот у меня сейчас за окном деревья, которые припорошены очень красиво снегом. И ребенку дается задание – «Соберись, пожалуйста, на прогулку». И здесь уже идут рассуждения. Так, минус 20 – это что значит? Это значит, что очень холодно, и мы здесь уже действуем как бы в поле умения определять температуру. Погода за окном тоже по каким-то приметам можно понять, что это совсем даже не лето и не весна. Ну и если это холодно, то какую одежду я должен надеть, чтобы не замерзнуть. Задачи примерно такие. Особенности передачи информации. То есть, когда мы говорим про естественно-научную сферу, то мы здесь говорим про умение использовать разную информацию, которая не только в текстовом виде. Это градусник, как измеритель температуры. Это прогноз погоды, который продается, допустим, на экранчике телефона в пиктограммах. Тоже умение это прочитать. Это умение читать карты, схемы, ну и так далее. И здесь нам очень важно учитывать, конечно же, возраст и уровень мышления и стараться подавать информацию в наглядном, ярком, красочном виде, чтобы деткам не было скучно. Кроме того, усваивается информация, которую ребенок добыл сам. Это разнообразные детские исследования, эксперименты, размышления. Потому что вы можете сто раз сказать, что вода замерзает и твердеет, и это пройдет мимо ушей. Но если вы возьмете эту воду, поставите в холодильник и посмотрите, что с ней случилось, то это ребенок запомнит на всю жизнь. Ну и еще такая интересная мысль, опора на поисковую активность, интересы ребенка. То есть дети, если непредвзято к ним относиться, то они самой природой рассчитаны на то, чтобы быть любопытными и добывать информацию. Просто здесь нужно эту информацию предоставить, ну и дать возможность где-то самостоятельно эту информацию обрабатывать. И, конечно, игровые методики. Исследовательская деятельность. Вот так вот, да, серьезно звучит по отношению к маленьким деткам, но как раз исследовательская деятельность хороша в дошкольном и младшем школьном возрасте по той простой причине, что дети необычайно любопытны и сами лезут все исследовать, а мы только им помогаем. Мы можем предоставить им темы для исследований, ну и каким-то образом заинтересовать их такими, например, сферами. Для детского сада, ну и для начальной школы тоже. Состояние превращения вещества, движение воздуха и воды, свойства почвы минералов, условия жизни растений, различные виды классификации, когда мы начинаем с ребятами заниматься, ну проводим занятия на то, чтобы развить логическое мышление, классификация, одна из видов мыслительных операций, которая очень важна для детей. И, пожалуйста, можем классифицировать растения, животные, строительные сооружения, транспорт и так далее. Это, например, окружающий мир, который детям очень интересен, космос, страны, континенты, части света и так далее. И история человечества, древние страны, зарождение ремесел, история вещей, история региона, это тоже можно преподать, очень интересно. Например, я часто рассказываю про этот уникальный опыт. У нас на Южном Урале, в Челябинской области, работал археопарк, в который дети могли прийти, посмотреть древнее жилище, сесть и сделать каменное оружие, сшить чего-нибудь из шкур животных и таким образом, своими ручками понять, как зарождалась человеческая культура. Очень классный был проект, ну и сейчас он продолжается в несколько иной форме. Ну и формы работы. Здесь, конечно, не урочная система, это эксперименты, исследования, наблюдения, моделирования, экскурсии и интервью. И обратите внимание на вот, что очень часто детские эксперименты, они приводят к неутешительным результатам, по той простой причине, что они были организованы или слишком легко, или слишком нелегко для детей. Каким образом это может быть легко или нелегко? То есть детские эксперименты, это всегда такая очень непосредственная текущая деятельность, в ней нет жестких рамок по времени и даже по пространству. То есть если ребенок увлекся, то можно на его не останавливать. Это всегда речевое сопровождение, то есть мы рассказываем, что происходит и развиваем речь. Это всегда право на ошибку, дать возможность совершить несколько попыток. Банально, что для этого нужно приготовить, это несколько наборов расходников или инструментов для того, чтобы ребенок, если что-то не получилось, взял второй лист бумаги, еще порцию воды, красок и продолжил свое экспериментирование. Страх ошибки таким образом убирается очень легко и просто. И, конечно, соблюдение техники безопасности, оно тоже очень важное. Если у вас химическая лаборатория, то в ней должны быть правила. Иначе вы услышите от собственного ребенка или от детей в группе примерно такое. Вот мы попробовали тетраборат натрия, и он оказался невкусным. И вот здесь можно падать в обморок, а потом, встав из обморока, писать крупными буквами правила безопасности. Это тоже очень важно. Организация совместной работы. Понятно, что дети у нас растут и прогрессируют очень быстро. И, допустим, эксперименты в младшей группе, они будут выглядеть как эксперимент рука в руке. То есть воспитатель берет руку ребенка и помогает делать движение. Или ребенок делает какую-то одну операцию из эксперимента, а потом воспитатель что-то доделывает. Дальше эстафета. Это когда задание дробится на мелкие операции, каждый ребенок делает что-то одно. Но вот такое я наблюдала в экспериментальном цехе мороженого, куда детей приглашают на экскурсию. И они встают в очередь. Один закладывает молоко, второй ванилин сыплет, третий добавляет еще какой-то компонент. И все по очереди участвуют в создании мороженого. Все безумно счастливы. Вот такая вот эстафета. Дальше делаем сами. То есть дети делают самостоятельно, воспитательно, подхвате. Ну и следующий этап для старших дошкольников и школьников, которые помогают уже критически мыслить ребятам. Например, воспитатель сознательно допускает какую-то ошибку, и ребята кричат, о, это не так, это неправильно, исправьте. И вариант руководителей, когда дети сами говорят, что и нужно сделать. Ну и самый дешевый, самый интересный материал, это, конечно, вода. И вот опыты, какие мы можем проводить, например, вот такой вот опыт, который называется «Цветное путешествие». Два стаканчика воды окрашены в одной, вода желтого цвета, в другом синего цвета. Стаканчик посередине остается с чистенькой водой, с прозрачной, и выкладываются обычные бумажные салфетки. И через несколько часов или дней ребята видят, как в среднем стакане вода становится зеленым, а цветная вода начинает по салфеткам путешествовать. Вот один из вариантов такого вот решения. Ну и, конечно, метод проектов. Он очень хорош, хотя, на мой взгляд, им очень активно пользуются, и не всегда по делу. Но, тем не менее, вот сам метод, он помогает очень хорошо и глубоко погрузиться в какую-то проблему. Например, вот такой вот проект я хочу показать вам, который называется «Космос». Дети же космос любят, им интересно всегда это. И мы можем, например, начать этот проект с того, что читаем книги энцеплопедии по космосу. Кроме того, изучаем вот такую вот карту звездного неба. Они есть в продаже, их можно купить и посмотреть. Можно воспользоваться вот такими вот приборами. Модель солнечной системы, теллуреи, глобус звездного неба даже есть. И объяснить ребятам, как работает солнечная система. После этого, допустим, на уроке конструирования строим различные ракеты. Тут вот разные сложности показаны с разных конструкторов. Ну и можно дополнить это еще и даже на занятии по физкультуре или на уроке, если речь идет про школу. И сделать зарядку космонавтов на тренировку вестибулярного аппарата. Вот такой вот комплексный проект про космос. Ребятам будет весело, интересно, ну и воспитателю тоже. Это несколько примеров работы в области, естественно, научных знаний. Ну и немножко про речевую активность и читательскую грамотность. Что такое речевая активность? Конечно, все речью занимаются, но часто, особенно у деток, когда присутствует какое-то нарушение речи, акцент ставится на правильность речи. То есть, чтобы ребенок правильно произносил буквы и звуки, чтобы ребенок правильно произносил слова, может быть, правильно составлял предложение, но у речи есть еще и другая сторона. Кроме красивого звукопроизношения, есть еще и речь как средство коммуникации. И вот иногда на это времени не находится, поэтому я как проблему обозначаю. То есть, ребенок говорит красиво, но разговаривать с другими он не умеет. Поэтому несколько приемов и несколько методических пособий, которые помогают нам выстроить коммуникацию с помощью речи. Замечательные речевые кубики. Они есть в продаже, но их можно сделать самостоятельно и очень легко. 10 мягких кубиков, и на каждой стороне каждого кубика есть обозначение. То есть, здесь есть и предметы, есть существа, есть глаголы, есть эмоции. И, допустим, как с ними играть? Ребенок вытаскивает несколько кубиков в ряд, выкладывает и составляет какой-то рассказ. Ну, например, девочка попала под дождь, а потом у него веселый смайлик достается. И она начала бегать под дождем и кричать «Ура, ура, как здорово!» То есть, умение моделировать свою речь с помощью этого пособия достигается. Ну, и для старших дошкольников и школьников несколько вариантов организации работы, которые стимулируют речь ребенка. Это, например, корзина идей. То есть, когда вы приходите на занятия или на урок, то вы даете тему, говорите, о чем о чем вы можете поговорить и о чем будете говорить на уроке. И просите ребят, а, пожалуйста, вот кто что знает по этой теме, скажите, и будем это складывать в корзину. Можно нарисовать корзину и дописывать то, что ребята скажут. То есть, в чем здесь суть и в чем здесь важность? То, что каждый принесет свой кусочек информации и детям нужно будет эту информацию обработать. Знаю, хочу знать, узнал. Для малышей иногда еще эта работа называется светофор. Это вообще способ организации мышления. Очень важный, ну, он очень важный вообще для любого человека. Точно так же дается тема, которую вы будете разбирать. И до знакомства с какими-то источниками информации ребята либо заполняют столбики «Знаю и хочу узнать», и либо, если это малыши, то они берут зеленые жетончики, например, и говорят, что они знают по этой теме. Ну, например, тема «Зима и снегопад». А кто что знает? Один знает, что снег холодный, второй знает, что снег – это вода и так далее. После этого ребята выясняют, а что им еще хочется узнать по этой теме. А почему, например, снег пушистый, а лед твердый? А почему в снежинке шесть лучиков? А почему снег падает то хлопьями, то маленькими шариками? И много-много разных еще вещей, которые ребята хотят узнать. После этого педагог дает им источники информации, что-то сам рассказывает, может быть, показывает что-то в виде фильмов, мультиков, картинок, мультимедийного материала дополнительного. И после этого ребята все свои вопросы закрывают как бы, да, то есть то, что ребенок не знал, а хотел узнать, он на это получает ответы. Почему это так важно? Это детей убережит. Жизнь, которая, ну, может привести потом к финансовым потерям и неким огорчениям. Как пример из жизни взрослой, пример, может быть, вы тоже сталкивались. Ну, по крайней мере, в нашем регионе это злободневно. Допустим, у человека сломался компьютер, он не знает, чего с этим компьютером делать. Он идет домой и на подъезде видит визитку. Компьютерный мастер, живу рядом, приеду быстро, все вам сделаю. Компьютерный мастер действительно приезжает, он говорит, у вас тут поломалась то и это, и программа пиратская, она через день придет в негодность. Ну, и потом озвучивает цифру, ну, вот у нас, допустим, это от 10 до 20 тысяч, и люди соглашаются, говорят, да-да-да. Если бы человек действовал по этой схеме, заметьте, взрослый человек, то он вначале бы выяснил, что у него есть проблема, сломался компьютер, и он не знает ни одного из компьютерных мастеров. Потом бы он пошел в интернет и нашел разных компьютерных мастеров, посмотрел отзывы, прайсы, выбрал то, что ему нужно и отправил компьютер в ремонт. Получил компьютер обратно, заплатил там от 500 до 1500 и жил бы дальше счастливо. Ну, это один из примеров. То, что вот буквально вспомнилось. Ну, и кубик Блума, который, это тоже такое пособие для того, чтобы углубляться в любую тему. Развертка здесь у вас есть, и можно ее сделать, этот кубик. Когда есть какая-то тема, детки бросают кубик, и что ему выпало, то он и делает. Ну, например, тема про снег. Назови, какие слова есть, похожие на слово снег. Почему? Объясни, почему снег холодный, почему летом нет снега. Поделись. Поделись примерами, как ты со снегом взаимодействовал. Когда тебе было холодно, когда тебе было хорошо. то предложи. Предложи, что можно сделать из снега. Ну, и так далее. То есть, опять-таки, развитие речи, развитие критического мышления, развитие умения жить, что для нас очень и очень важно. Ну, вот, собственно говоря, и все. Я собрала очень маленькую часть того, что существует в наработках по теме финансово, функциональная грамотность. И моя задача была скорее показать вам заинтересованность этой темой, почему важно эту тему поддерживать, какие задания лучше бы предлагать детям для того, чтобы они у нас превратились потом не просто во взрослых, а в самостоятельных, самодостаточных и очень успешных взрослых. Спасибо вам, что были со мной. Надеюсь, не прощаюсь, а до новых встреч. Ну, и поскольку Новый год уже скоро-скоро, поздравляю вас с Новым годом и пусть он будет удачным. Всего доброго и до свидания. Спасибо.